Итак, коллеги, сегодня у нас очередное заседание неспредметного семинара заседание в некотором смысле юбилейное потому что это всего заседание номер 150 а в этом учебном году номер 20 так что круглое, сразу двух отношений я, как обычно, пускаю по ряду список для записи присутствующих значит, сразу объявлю, что у нас будет следующий раз в следующий раз у нас будут эффекты поступательной неравноместности во фронте ударной волны будет рассказывать Василий Юрьевич Меликотов это будет некая экспериментальная работа тут аннотация немножко устрашающая но в случае чего мы его сдержим призовем к порядку, чтобы студентам тоже было понятно значит, соответственно, некоторое количество объявлений о следующем семинаре тоже пускают в ряду значит, а сегодня у нас гость, можно сказать, из-за ближайшего забора мимо которого мы все неоднократно ходили за которым расположено Долгопынинское научно-производственное предприятие ну, в случае я не буду перебивать на докладчике предоставлю слово Борис Хамитовичу я работаю в помощи генерального директора доктора технических наук солдата Борис Хамитовича у меня уважаемый советник генерального директора Дистигдеева Александр Сергеевича и начальник КБ но по просьбе уважаемого Ванова Михаила Геннадьевича значит, решили тебе рассказать что у нас в фирме Малинисового оборудования не высказывается, но чему занимаемся когда в этом году 78 лет назад было организовано было организовано дирижабль строя фирма занималась разработкой в свое время и производством дирижаблей для тех самолетов различных типов период великой тестины и многих самолетов и ракеты стартами в том числе свой собственный разработок КБ, который находится у нас на фирме ну, исторически я вам сейчас просто покажу на все на экране вы сами прочтете и будете принимать представление общая информация общая информация в том числе с крылки влево все же предприятия наше объединение было раньше долгопустим потому что производственное объединение стало не объединением уже предприятия в период 2000-х годов а точнее 2002-го года это проходная если вам знакомы по географии где находится дальше вот историю предприятия был основным там все написано тут не комментировать нобель был приглашен советским правительством заключен с ним контракт руководитель техническим руководителем он являлся по разработке дирижантом тогда нахождение было поручено проектировать изготовить точнее три два дирижанты в начале В-1, В-2 но мы изготовили три дирижанты В-1, В-2, В-3 и по сути дела это было 1 мая 1932-го года и наши энтузиасты вместо двух дирижаблей построили три дирижабли и сдали их после этого по сути дела вышло постановление по организации дирижаб строя с точки зрения что комбинат дирижабли строя был основан 5-го было основание взяли 5-го мая 1932-го года а строился комбинат до этого почему-то у нас в пустом месте здесь был пусты деревеньки никакой не было выбрали тогда место Долгопрудное далеко от платформы с тем чтобы он развивался и стал по сути дела градообразующим городом Долгопрудным потому что на основании дирижабли строят ну в период Великой Отечественной войны после завершения производства дирижабли дирижабли там написано занимались самопроизводством самолетов разных моделей которые были выпущены там тысяч это естественно хозяйственный вариант дирижабли период Великой Отечественной войны мы занимались ремонтом истребителей так значит конструкции изготовились изготавливали их сухого поликарпового и было выпущено самолеты собраны здесь на фирме и в том числе ремонт самолетов но после после того как закончилась уже Великой Отечественной войны мы начали в 1951 году начался новый этап переход от изготовления самолетов и ремонта ракетной техники ну а части ракетной техники я дальше не буду продолжать оттягивать оттягивать речь он подробнее все расскажет спасибо это первое второе второе я пряткую секрет за этим забором находится центр мира ну конечно не всего а того мира в котором мы живем и может быть вам удастся это делать это настоящий мир а мир состоит в том что действительно из ничего на ровном поле а вернее на неровном поле начали делать дирижабли инициатива была очень грамотных умных людей самолетами не пахло ракетами тем более но надо было летать эти дирижабли должны были организовать например пассажирское сообщение между Москвой тогда и Ленинградом или скажем в город водки возить товары то есть такой воздуходорожный поле но когда появились самолеты стало ясно что они и слабы и опасны я имею ввиду дирижабли и от этого плавно тихо аккуратно ушли оставив все в прошлом хороший вы наверняка слышали что он чуть не погиб на северном полюсе его спасали наши наш ледокол Красин спас Умберто Нобеля а Муссолини командовал в Италии и конечно вся фашистская рать так сбеленилась что это он сбежал просто из Италии к нам довольно много лет проработал в России в Советском Союзе так что такой великий человек как Умберто но если вы фильм Красная палатка когда-нибудь видели или слышите или может быть увидите он интересный спасали наших вот так мы и делаем зачастую ну и теперь перейдем к тому что что уже в 43-м году начали делать самолеты ремонтировали сначала большая часть завода была вывезена на восток рассредоточена но здесь организовали мастерские по ремонту самолетов высших навсего после войны всего 6 лет в 51-м году государство поставило задачу нужно защитить небо мы до сих пор мы же наследники в какой-то мере до сих пор не очень понимаем вот комплекс С-25 это так называемое кольцо Москвы это кольцо Москвы так называемое это его начало залейте вертикально стартующие ракеты высота полета 25 км 170 кг боевая часть если что-то я отрывками буду сообщать какую-то уже точную информацию насколько она вам полезна я потом почувствую так вот еще через 2-3 года после этого приступили к разработке ну просто настоящий следующий а который сейчас в АПИТ Америка а в Ленче не получается это же было противоракетное оружие система А-350 вот это промежуточный этап испытания ракеты их очень много видов видов больше чем штук суммарно так вот была сделана система А-350 она физически перехватывала головки баллистических ракет она могла это сделать она это делала реально физически это напрямую в нее попадало да ну физически это напрямую а поле вы не признаете я понял развалилась головка баллистической ракеты в ней стояло 500 кг стальная плита я могу вам даже подробности сообщить которых я знаю там я не участвовал естественно не успел но было так она развалилась съемка была очень надежная она была признана полностью работоспособной но конечно это не прямое попадание работала радиовзрыватель и боевая часть у нас 170 кг у них 500 развалили полностью кувырками обратно с неба на землю вот примерно как выглядело развитие но конечно это было в какой-то мере политическое декоративное хотя я не могу конечно отказать нам наследникам этих великих людей иногда страшно представить себе смогли ли бы мы и вы такое сделать они смогли крепкие ребята были невероятно так вот но после этого начали понимать что только одну москву сделали только кольцо москвы вот это все что стояло видите это так и называется московское кольцо я успел его посмотреть когда оно еще стояло на земле ну уж давно давно было сделано и вот несколько позднее в 57 году по инициативе Петра Дмитриевича Грушина может быть вы слышали такого академика высокий ракетчик нашего мира он предложил сделать все таки оружие настоящее средней дальности не то которое в небо там бог знает куда и защищать только один город точечное будем называть оружие он предложил массовое производство ракета была гораздо меньше всего две тонны а это было около пяти так вот назывался она С-75 сам комплекс это Волхов Двина сейчас я вам немножко расскажу что с ним случилось в ней что он наделал в этом мире вот ракета В-300 или В-850 тот же номер в 75 после этого после этого когда этот комплекс был сделан ну конечно нам не пришлось защищаться так как стояло вот это а у нас было свое ядерное то Америка дрогнула она остановилась вот как противоракетное оружие не физически а политически оно сработало хорошо побояясь в это время шла корейская война не так давно на Японию Америка сбросила две своих поганых бомбы толстяка и малыша но на нас повоялись так вот и тут в это время начало пониматься что будут нападения более низкого уровня но они могут стать еще более опасными и вот этот вот первый комплекс 75 как его сейчас называют он ну совершил фактически физическую революцию дальность ракеты 33 километра высота полета 25 километров хорошая ракета очень хорошая весит 2 тонны она сыграла колоссальную совершенно роль ну я напомню наверняка даже если вы еще не надеялись при этом во Вьетнаме американцев убили этим способом их оттуда вышвырнали просто-напросто 18 тысяч убитых американцев взвыло народное население Америки потребовало вернуть обратно а что сделали ну конечно там были партизаны вьетнамцы все умели и зарезать и с автомата стрелять но здесь мы разморжили американскую авиацию было два периода войны вернее даже три но это уже подробности я чувствую они могут выйти за рамки допустимо если появится интерес вы мне назовете это в виде вопроса я потом скажу еще так вот и он но это всего одна ракета я имею ввиду три можно поставить одна система управления одновременно обстрел одной цели но тогда ведь больше чем одна в небе и не появлялись ну двое максимум поочередно каждое из них начали понимать что дело не очень хорошее и вот в этот момент да кстати по этим двум ракетам по 25 и по 75 наше предприятие было исполнителем в основном то есть разрабатывал ну например 75 грушин а 25 лавочки это были совершенно другие конструкторские бюро которые могли сделать теорию и опытный образец и после этого ну сегодня вообще так уже не модно конструкторское бюро должно быть рядом с производством а тогда это были разные предприятия то есть бы только рождалось наше оборонное промышленность в настоящем смысле этого слова так вот мы работали мои предшественники работали серийным заводом и работала маленькая неформальная КБ которая принимала документацию и переводила ее на серийное производство вот как это получилось у людей мы до сих пор не все понимаем когда у нас все рядом и когда квалификации на порядок выше и то кажется что это очень трудно а когда это в другом городе скажем химки как я говорю за соседним забором неподалеку это ж там через хамп ну я говорю соседний забор так вот и тогда пошли по другому еще пути ну вернее не по другому по более высокому пути создание оружия более массово массовой защиты от нападающих сторон вот таким первым комплексом для этого предприятия но разработчик все еще был в другом месте но главный по сути Ляпин обязан я это произнести он сделал ракету 3М9 а в Жуковском спроектировали комплекс под названием КУП а наше предприятие выпускало эти ракеты это чем она интересна это первая ракета в нашей советской тогда еще стране которая имела самонаведение потому что все то что я рассказываю показываю вам это телеуправление когда на борту ракеты есть только приемник маленький передатчик чтобы его услышали и приемник принимает команду чуть или и чуть правее конечно все это страшно дорого тяжело мало ли это ненадежно что угодно так вот был сделан мощный рывок когда сделали КУП это 57 началось с этого Борис может ты покрутишь эту штуку я не хочу соединять процессы это будет мешать просто переставь на КУП нет 75 вот эта ракета грушина 75 так в 60 году 1 мая нам подарили американцы загнали Павловца аж до города Свердловска боже ты мой наглые люди и они были уверены что прямо от Турции пройдя над всем центром нашего Советского Союза они приземляться в Нарвении ахамели совершенно а в чем дело а наша авиация на эти высоты 25 км еще не умела подниматься делали попытки даже в этот раз самолеты поднимались они пытались стрелять снизу вверх и пушками и ракетами не дотянулись самолеты ушли и тогда ну американцы не знали но у нас то было правда не везде не в каждом дворе но по Свердловску оказалась хорошая система хороший полк противовоздушной обороны взяли и сбили скандал был страшный он жив остался знаете что его потом обменяли в кинофильме я отвлекаться далеко не буду это правда его обменяли он политическую роль сыграл хотя между прочим наши говорили такого а нет американцы говорили за такую дрянь мы отдали такого хорошего человека ну пилот все на все а? ну Абель это в кино я стесняюсь произносить ну Абель ладно если вам если в кино посмотрите сейчас есть фильмы которые рассказывают полностью всю эту историю это конечно фильмовое отложение идем дальше так вот этот куб он совершил очередную революцию он позволил повысить вероятность поражения с нескольких ракетных целей на одну ракетную цель но в крайнем случае две в случае ненадежности или чего нибудь еще никаких больше маневров и не очень сильно боялись помех того уровня то есть били на полвал более того так как это стало известно Советский Союз ну конечно тогда еще поставками а не экспортом догадываетесь огромное количество стран было вооружено Египет, Сирия ну масштабы понятны Куба, Китай вот такие примерно яркие точки я список не буду вот она слива три ракеты на танке и она может стрелять либо тремя по одной это уже наполам либо с перенацеливанием вот она там идет на ходу на боевом дежурстве вот она красная площадь то есть 20 стран мира считайте чтобы я не отвлекался А что значит перенацеливание? Эти ракеты первая ракета на одну цель только освободилась целевая станция видите она сидит на станции какой-то там идет сопровождение цели перенацелились перехватили другую это сбито мы берем другую отправляется вторая ракета на эту то есть производственные мощности резко наросли если 75-я была одна то этих уже три поэтому можно было группу из трех самолетов они тогда все еще ползали они еще даже не были слишком сверхзвыковые а ракета-то сразу ушла за скорость 800 и собиралась по 1000 уходить то есть ракета била как неподвижная цель совершенно ракета очень высокая в районе трехмах ну 331 помножаете или делаете что одно и то же так что около 1000 и сейчас еще в этом районе сейчас уже мы прыгаем я не буду секретарь открывать 2200-1800 это уже рабочие цифры но тогда 800 тысяч это считалось революцией конечно вот кстати говоря на нашем предприятии для этой ракеты был освоен выпуск двигателя сначала был просто заказ должны были расшить по нескольким предприятиям рассредоточить попробовали и получилось и с тех пор наше предприятие для всех ракет запускаемых у нас делает двигатели само а вы догаданы твердотопливный пороховой двигатель это игрушка очень серьезная ну вот я по-моему два они все твердотопливные они все твердотопливные значит 75-я в начале была жрд у нее из-за этого появились ряд проблем вы знаете что они текут или еще хуже они прожигают собственный баллон ну то есть Все, что можно. Эту злую силу туда запихнули, только поэтому она и хорошо горит. Догадываюсь, там гелия не было. Там было что-то пострашнее. Ну, у вас же МФТ и я не буду рассказывать. Вот видите, вот 75-я. А вот уже Бук вслед за ним не успела войти в строй уже только первая команда Куба. Как государство спохватилось, что пора развиваться дальше. 57-й я вам назвал, в 72-м году выпущено постановление о разработке следующего комплекса, еще более сильного. Но начиная с простых вещей, не 3, а 4. А там такой же. Она, значит, сама легче, конструкция еще более изящная и так далее. Что было наиболее небывалое. Эта ракета заказана для универсального использования. И на земле, и на воде. Ну, вот тут я и признаюсь, я главный конструктор Московской редакции. То есть комплексы под названием Кашмир, Штиль, Штиль-1. Это мое производство. Не надо. А то вас запишите. Конечно, коллективы очень большие. Но я просто скажу открыто, что вот эта разработка Италии, и это были удостойны государственной премии. Ну вот, Бук. Теперь дальше. Что делать дальше? На этом можно все существенное на сегодня останавливать и сказать, никто, конечно, не остановится. Привни дальше. До морского боя даешь? Нет. Ты назад пошел. Не дойдешь, не надо. Я же не расстроюсь. Значит, предприятие, конечно, не собирается превращаться. Да, оно в каком-то, по-моему, 1953 году приобрело право свое, так называемое, маленькое КБ превратить в особое конструкторское бюро, которое расположено на этой же территории, за тем же забором. Но тут именно люди думают. Теперь авторами этой ракеты являются уже они. Все ракеты под названием 317, вы их видите наверняка на картинках, вот, они делаются прямо, главный конструктор ракеты, работает недалеко от нас, от меня. То есть это ракеты, которые в объявлении напечатаны только раз? Так, как было? Я, да, да, уже, да. Дело в том, что она отличалась немножко, были стрингеры, как называемые, я думаю, в авиации-то что-нибудь, или в ракетной технике. Но стрингер это от пояса и ниже. Стрингер, знаете, что это такое? Это от корень-то один и тот же. А стрингер это крылья, которые расположены, вы знаете, в задней части, сейчас перешли на нормальную схему, как ни странно. Вы не думаете, что это была чья-то ошибка. Это изменение балансировки ракеты на большую дальность. Все у нас все. Она возвратила свои обычные такие традиционные крылья в центре. Но теперь идем еще дальше. Вот я один раз зашел туда, но остановился. Второй раз не буду останавливаться. Сейчас весь мир обязательно делает ракеты вертикального старта. Иначе жить нельзя. Почему? Потому что и на земле, а тем более на воде, начну с воды, догадываюсь, когда корабль идет, и иметь подаваемые ракеты, вы видите, такая пусковая установка симпатичная была нарисована, морская. Но это же по одной. Скорострельность была колоссальная. Одна пусковая 12 секунд, две пусковых 6 секунд, четыре пусковых, которые могут стоять на крейсере, это 3 секунды всего на все. То есть очередь. И мы это делали, мы это показывали в работе. Но теперь задача все страшнее. Массированные налеты с разных направлений, которые вообще не... Да, причем скользят вдоль воды, высота около 3 метров. То есть их обнаруживают только, извините, пожалуйста, когда уже пора кончать молиться. Не начинать, а уже пора кончать. Вот. Поэтому сейчас в этом сжатом состоянии между физикой и клеммониями, то есть налет и возможности, сейчас приходится идти радикально выше. Вот это радикально выше, ну, картинки посмотрите, никакой связи с моими рассказами нет. Уже делается эта ракета. Она делается уже несколько лет. Трудно. Вы догадываетесь, как это трудно делать что-то сейчас, когда все остальные только ходят и просят мне быть денег. Знаете, год работы, миллион денег. Ничего не предлагая, только обещая у нас, что происходит с государством, я так и не знаю. Я вам рассказал о таких героях, которые, извините, пожалуйста, сотворяли вот это она и есть. Сотворяли и вытворяли совершенно невозможное. Ну, вот она. Спусковой установки. Это сегодняшняя. А это уже нарисовано завтрашняя. Так вот. Эта ракета как раз и будет делать завтрашний день для тех, кто ему это интересно. Вот что за забором. Там огород, на котором мы выращиваем совершенно фантастическую ракету. Она, я тебе расскажу что-нибудь отрицательное, конечно, нельзя что-то творить. Вот не хватает только технологий. Она немножко тяжелее американских. По всем параметрам лучше. Американцы прямо плачут на выставках. Расскажите, почему оно у вас летает, почему оно стреляет и так далее. Мы пробовали, у нас не получается. Я говорю уже о структурных решениях. А вот физико-химические состояния отстают. Металл. Топливо. А вы догадываетесь, что для того, чтобы улететь, надо быть самому-то полегче. Нельзя же в скафандре бегать. Это опасно. Я знаю. Так вот. Всем, кто заинтересовался, я уже это сказал. Приоткрыл глаза. Будет интересно. Скажу побольше. Я знаю гораздо больше, чем вы услышали. Но я советую вам поглядеть в ту сторону. Вот там можно найти свое будущее. Спасибо вам. Спасибо. 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 Я хочу. Я хочу вот это сказать. Я оставлю тебе. Ваши произвели. Вот произведения, как я называю. Как я называю. Вы поймите, что мы не только делаем оборонную технику, мы выпускаем продукцию гражданскую. Там же направление сельскохозяйственного, медицинского. Там же выпускаем продукцию железнодорожного направления. Для разных вагонов, кресла, которые вот вскоре поезда в Денинград, я начну в Питер, Москва разбирались, когда, что случилось в этом, когда взорвали, значит, прилетную дорогу, но проверяли наши кресла. Оказалось, эти оказались в немецких креслах, да, и где-то. Вот, поэтому, по-другому, мы более прочли, что у нас начальник отделки может рассказать об этом, как проводят они работу по усилению прочности кресел, которые должны быть выполнены как в авиационной технике, так и на реверной дороге. Потому что немцы, которые делают эти кресла, они не рассчитывают на то, что необходимо исполнить, но для всяких несчастных случаев, как происходит на жиле этой дороге. Поэтому, Игорь Савченко, расскажи, пожалуйста, ой. Тема-то не особо интересная. Мы должны красить, правильно? Сами саги, выкидя. Ну, в основном мы занимаемся ракетной технике. Особенностью много проблем, много вопросов. А там все просто. Есть перегрузки, есть конструкции, которые имеются свои механические свойства. Ну, проблем особо такой. Единственное, что можно сказать, что никто не ожидает в других странах, что происходит такое. Это что? То, что у нас есть личности, которые норовят пустить под отказ. И в связи с этим мы закладываем несколько больше в период. В связи с этим у нас масса несколько больше. Но в результате, в случае 2-3, наши кресла выдержали нагрузки. Правда, там статистики очень сложные, поэтому точно сказать нельзя. Но то, что они оказались прочнее, крепче, и чтобы меньше жертвы было, это было действительно так. Мы это закладываем. Это были не наши кресла и немецкие? Нет, отдельно. Вот последняя, которая была, это немецкие кресла. И там немецкие с креслами летели. Они летали по вагонам. Удалось удержать, да. Отдельные кресла немецкие наши. Ну, первая была там, сейчас вот наша кресла. Ну, я говорю, это, конечно, не тот случай, когда, говоря, какие-то научные достижения, технические. Это просто такая работа. Заложить большую искусственную способность. А немцы на это внимание не обращают. А у них более азурная конструкция. Если возьмете, например, вот я смотрел, это самое, по-моему, Кмеларин, юридическую. Там кресла во всей жизни, понимаете, не было бы притавали, там и все пойдут, да. Ваши взрослые кресла, не критики. Но есть недостаток, чтобы просить хорошее, есть больше, чем у нас. Но надо беспокоиться о том, чтобы собрать жизнь. Вот этим мы займем. То есть вы жизни людей ставите выше прибыли? Получается так, хотя меня за этим вы. Это не модно. Так, коллеги, мы сейчас как-то... Уже есть что-то или вы кого-то? Я только коротко скажу. Значит, хочу вам сказать, что мы давно поддерживаем связь с ОФТИ, потому что мы много лет существуем вместе. Я лично много знаком, был раньше знаком еще, 30-40 лет назад, будем так говорить. Начиная с 68-го года, с ОФТИ, Ваших, знаю, и академиков, и ректоров, которые были, и проекторы, и заправили. Мне очень приятно, конечно, вспоминать, и не забыть, и не забывая никогда. Поэтому ваши студенты у нас тоже работают, как бы... Ну, не все, но есть специалисты, которые работают у нас. Поэтому единственное, что могу сказать, посоветовать, выбирайте дорогу сами себе, тем более, что сейчас у нас никто не распределяет, а каждый сам себе работал. Так что приглашаем. А теперь можно задавать вопросы. Вопросы... Я бы хотел как раз... Я не ожидал, что он это скажет. Вопросы либо сейчас, либо любые, но потом. Можно получить еще один доклад, как захотите. Я руководствую его и персоналом. Можно список вопросов, на которые я в следующий раз отвечу. Еще есть, да? Мне все. На сегодня... Вы не понимаете какой-то рассказ или... Нет. На сегодня все. То есть на сегодня мы приходим в вопрос? Да. Да. Хорошо. Тогда для начала я задам пару вопросов. Значит... Для начала такой вот вопрос, что, насколько я понимаю, хотя мы тут рядом друг с другом расположены, но на данный момент, как я понимаю, формального сотрудничества нет. То есть, скажем, базовой кафедры фестеховской у вас нет? Не знаю, но, наверное, нет. Если вы знаете, что нет, то ваши данные надежны. Понятно. У нас базовый кафедры фестерман ГОУ. Московский городской... Московский государственный открытый университет. Открытый университет. Мы организовали базовую кафедры по технологии мощного строения. Это у нас есть. А некоторую фестерманскую группу, работающую, готовящую кадры, целиком для вас, вы не потянете? Это вопрос интересный. А кто группу скажет? Нет. Если вы спрашиваете про предприятие, я, первым делом, переступлю этот вопрос. Про предприятие? Да. Это вопрос интересный. А во-вторых, если предлагается устно, мне работы и так слишком много. Меня не удивило сегодняшнее позднее ваше задержание, а так работаю каждый день. Ну, это норма. Значит, вопрос сам по себе интересен, но требует проработка. Потому что у нас специалисты есть, конечно, и я говорю по этому вопросу, советовался с генеральным директором, но вопрос проработаем, дадим ответ. То есть вопрос с рабочими местами для выпускников физтеха на вашем заводе пока не очень ясен, да? Почему? Ясен, у нас КБ есть, но только подробности мы можем потом изложить. А какова сейчас перспектива? В прежние времена, значит, выпускники физтеха, ведущие в оборонку, они были, выбрав оборонное направление, они были потом обеспечены. То есть они могли этим делом заниматься, и им платили нормальную зарплату, и можно было от своего удовольствия так делать ракеты. Как сейчас? К нашему сожалению, ситуация, которая у нас в государстве, только на словах говорят, помогают. Вот у нас общежития, мы сами строили три общежития, которые вот на камнеобрабатывающей, где там камнеобрабатывающий комбинат, там три общежития. К сожалению, все общежития вынуждены были передать городу, и раньше мы молодым специалистам давали жилье, там общежития поселяли, они были целеустремлены к этому. Это кто проезжает, нагородник, понимаете? Сейчас в этой ситуации сложности есть, конечно. Вот таковых общежитий мы не строили, и гордиться в этом нечем, честно говоря. Пришлось все передать этим, все равно там с Росимуществом всякие заковырки есть по этому году, которые город не берет, то не берет. Идет только пока одна говорильная, но результат уже виден, как говорится, в конце тоннеля, но мы думаем, что в середине этого года мы должны завершить всю эту операцию. Продолжительное, отрицательное, лучше становится хуже? Я думаю, что это хуже становится, потому что мы отдаем городу, понимаете? Отдали все, а раньше мы распоряжались самим человеком. Так же, как у нас было из Каневских лагерями. А это болезнь не только нашего предприятия. Я сам работал с лектором завода на «Горизонте», знаю, что это такое, и как передавали, как учились, это были 90-е годы, и как выходилось и зарплату людям платить, выходить из положения, как в аренду сдавать площадь, и как продавать, потому что государство не платило нам долги, Министерство обороны большие долги, значит, не выплачивало нам так, что искали выходы, как сохранить фирму. Так же это было и на Волгопольском нужном производственном предприятии. Я работал на Волгопольском, и там такая ситуация была. Что нас спасало, я бы честно говорю, это экспорт. Экспортный вариант нас спасает. Вот такая картина. А сейчас финансовое положение предприятия и так улучшается? И не улучшается? В этом году мы получили прибыль. Экспорт продолжает спасать. Да, мы прибыль в этом году получили, значит, определенное количество. С нашим акционерам будем выплачивать все дивиденды, как говорится. Ну вот, единственная болезнь таких, значит, наших открытых акционеров общества, когда они организовывались, когда государство оставляло себе 50% или кому-то чуть поменьше, остальное оставляло от работников предприятия. А потом, когда уже такая ситуация сложилась, начали продавать, торговать акциями. Потом сделали 100% государственное акционирование. Потом организовали концерны и передавали им, значит, 74,5% акций, значит, концерны, а 25,5 миллионов акций оставляли государство за собой. Но все равно это уже не распределилось, как раньше. Конечно, это, с одной стороны, улучшило состояние предприятия, потому что не надо было никому торговать, для акций не продавать, потому что спекуляции всякие шли, искупали их. Ну, кто-то по полгода был, кто-то открывали банки, я имею в виду, при концернах, и покупали эти акции. Так на самом деле. Вот на горизонте, например, я знаю, что отдельная личность, в стране, на этом деле заработали миллионы долларов. — Горизонт это где? — Горизонт это. — Горизонт — химпораборезовод КБ, значит, врослая услуга. — Я смотрел, как-то по интернету, правда, несколько устаревшие, пару-тролик лет назад, обзор составленный какими-то биржевиками по многопутническому научно-производственному предприятию. По крайней мере, вот до кризиса экономического, они рекомендовали покупать. Я оцениваю, что акции недооценены не в несколько раз. Я это читал, вы правильно говорите, но не все сейчас лишались на это дело, понимаете? То есть решались, но сейчас никто не покупает акции, потому что вы же подумали, что продавать нет смысла. Почему процент акций большего государства получился? Потому что банки, я повторяю, банки, которые были организованы концерном, они скупали, чтобы оставить этот государственный государственный. Тут, наверное, для такого высокотехнологического предприятия, наверное, ключевой область такой, новые разработки идут, внедряются, это значит предприятие живет. Опять, просто признаюсь, в экспорт наше государство, к сожалению, просило даже ниже нас. А продавать комплексы ПВО и ПРО в другие страны вам власть мешает? Мне просто не хочется называть букву «Р». Я кроме того, что я вам показал, я сказал, эти забыли уже, они ушли в прошлое. Я сейчас с ПРО не имею ни малейшего отношения, а вот комплексы ПРО, извините, пожалуйста, после идиотского подвига Саакашвили, к нам хлынул народ. Я не буду перечислять страны, я совсем о другом скажу. У вас интернет, вы произнесли это слово, есть? Ну, просто есть. У нас есть сайт, называется сайт ДНПП. Откройте сайт, вы там столько увидите, до чего просто у нас времени не хватает, мы все это знаем. Мы не так давно приводили его в чувства, почистили, помыли. Вот и все. Но власть не запрещает продавать, нет? То есть вы хотите продать в какой-то стране оборонительное оружие? В предыдущих высказываниях вы все это уже услышали. Формально, официально? Нет. Взятку дай. В проектировании ракеты... Ничего, нигде по-другому не делается. Но в проектировании ракеты вы этот блок вставляете? Вот расчет взятых, расчет... Нет. Нет, да. Мы просто не даем, из-за этого задерживаются. И приходится, извините, высшим людям нашего государства, по просьбе президентов или шейхов тех стран, нажимать на наших идиотов. Представляете? Я вам скажу, лишнего у нас нету. Поэтому мы не планируем отдавать. Но подождем. Понимаете? Как говорил один из великих, стена такухая, как слова, удар и провалится. Значит, в интернете я вам сказал. Очень большая просьба покопаться в нем, потому что это и есть путь туда. Не так давно, в декабре месяце, мы его приводили в сегодняшнее блестящее состояние. Можно? Конечно. Можно? Пожалуйста. У меня вот несколько вопросов будет. Первый такой. Вот радиопомехи, радиозащита и так далее. Вот что-нибудь можете по этому сказать? Насколько, значит, вот эти ракеты так, они не боятся, скажем, помех или, скажем, там, ложных целей? Ну, в общем, комплекс вопросов. Как-нибудь вкратце. Ну, вот насчет ложных целей я один просто пример вам приведу. Эти ракеты, которые мы сейчас делаем, непрерывного излучения, сигнал, вы догадываетесь, что при этом неподвижные, малоподвижные цели просто не видны. Поэтому просто сбрасывая, как раньше, всякую фигню, там, эти самые, ленты резали, уголковые отражатели швыряли, это уже бесполезно, их не видно. То есть это невидимые цели. Активные помехи всегда были, всегда будут, но сколько они потеют там, столько же мы потеем здесь. И мы находим место, в которое они еще не залезли. Я думаю, что до сих пор, но результат это в основном у нас, ведь никто же не сказал, что такая-то война провалилась из-за наличия помехов. Нет, ну были какие-то определенные войны. В Вьетнаме первый раз сбивали каждую цель не более, чем двумя ракетами. Потом понизилась до пяти ракет, потом вернулась на две с половиной. То есть эта война идет в колебаниях. Второй вопрос такой. Можете просто обозначить наиболее такие, скажем, узкие места, ну если можно, естественно, вот скажем, в проектировании новых изделий? Я уже сказал, обычная практика, стандартная, это конструкция. Конструкция, да. Но она тут же, вот мы хорошо наслушались, как немецкие алюминиевые кресла глядали по Невскому экспрессу. Я слышал эту историю не на предприятии, извините, на улицах. Алюминий. Сам дешевле, сам легче. Изящно сделали, красиво сделали. Результат, двое большее количество людей погибло, а то и больше. Вот вам ответ там. И они, оказывается, этого не рассчитывают. Странное дело, в контактах ничего не предусмотрено. И, видимо, это наши идиоты тоже. Неужели им непонятно, что у нас трудная жизнь? Как по булыжнику едешь, и все не рассчитывал, что у тебя колесо сломали. Ну, конечно, им непонятно. Ну, конечно, это плохо очень. Дело в том, что вообще-то наша страна, кроме зоноков и дорог, у нас ничего плохого больше нет. Только этим мы и славны. Узкие места, это конструкция. Да, что сейчас особенно ценно. Я почему уже и сказал им, в это и, жалко, что не в это и туда ли я попал сегодня. Нас очень интересуют материалы, технологии, методы обработки. То есть так, чтобы обработка была высокоточной, и чтобы из-за этого не пришлось утяжелять конструкцию. Вы догадывались, что каждый раз какая-то неточность, чувствуете, мудрость, она же спасает всегда. Если человек умный, он сделает так точно, что не понадобится вдвое толще. Ну, так вот, тогда такой вопрос. Технология в первую очередь с большой буквы во всех видах. Ясно, тогда... Технология химическая, физическая, конструктивная. Слово технология, я имел в виду не просто технология, а технология с большой буквы. Потому что, если технологические вопросы, ну, как я понимаю, производство, ну... Это не производство, это проектирование. Это, ну, проектирование. Не ошибитесь, мы настолько рядом уже, КБ и завод, учить завод. То есть вопрос тогда по-другому поставлю. Скажем, есть какая-то технологическая проблема. Насколько она, вот, может быть решена чисто методом тыка, экспериментально, или требуется все-таки научное знание, чтобы ее решить? Я уже заготавливал это выступление в виде, как-то, ответа на отсутствующий вопрос. Значит, я просто вам напомню, чуть-чуть вернувшись назад. Ни Циолковского, ни Кибальчича, ни Королева никто не искал. Никто не собирал их нигде. Группами не нанимали. Распределений не было. Их пытались загнать. Не было, и не должно быть, и не будет. Вот что знали наши великие люди. Я же не говорю, что я ищу сейчас Циолковских здесь. Ну, может быть не очень, но что-то. Итак, мой вывод. Надо не спрашивать вам у нас вопросы о состоянии, планах. Это ваше дело, ваше право. А у меня вопрос к вам. А вам есть что предложить? Понятно. Почему на всех этих конкурсах, викторинах приходят юноши и девушки и показывают свои новейшие изобретения, от которых ученые сходят с ума? Мы этого тоже ждем. Но мы не такие великие, как те ученые. И я не настаиваю, что вы должны быть такими великими, как те победители великих викторин. Не надо. Нормальные люди. Вы нормальные люди. Мы нормальные люди. Понимаете? Может оказаться замкнутым, мы будем вместе работать. Надо трудиться. Ну, слово трудиться, вы знаете, я не верю в то, что физически из себя можно сделать что-то. Нельзя. Надо, во-первых, иметь склонность к этому и желание. Ну, понятно. Но заметьте, как я сказал. Я не потребовал потерь. Этого не надо. Нет, не платить, это разное. Слово трудиться, вы знаете, некоторые не понимают. Я думаю, если бы спина мокрая, значит, не будет. Нет, нет, нет. Не будет. Нет, нет, нет. Надо искать и найти. И третий у меня вопрос. Вот, ну, известно, у нас всегда было одно слабое такое место. Два, ну, может быть. Третье? Нет, нет. Вот что я имею в виду. Что, ну, вот начинается какая-то выставка, вот хорошие изделия и так далее. Говорят, а вот 10 штук можно для таких изделий, а вот только один опытный экземпляр. Вопрос такой. Насколько вот изделия, которые вы там делаете, насколько они серийны? То есть вот насколько вот тут, понимаете, автоматизация этого производства? Потому что Запад, он как-то немножко по-другому. Я готов отвечать. Да. Вы систему литеров производственной знакомы? Нет. Так, литера Э. Переводите на русский язык сами, да? Экспериментально. Литера О. Малые партии. Опытная. Литера О1. Малосерийное производство. Литера О2. Крупносерийное производство. Литера А. Там делают спички. Так. Мне все сказали. Ну и в каком... Значит, состояние того изделия, о котором я сейчас вам рассказывал. Вы не подумайте, что это единственное изделие. Вот даже в гражданке мы... Вы когда откроете наш сайт, у вас глаза разбегутся. Направление невероятное количество. Мы пытались посчитать количество позиций. Я ему задал вопрос. Ты мне можешь назвать... Одна, десять, сто или тысяча. Количество названий. Ну это не рентабельно. Нет. Так он не может произнести. Потому что мы его можем уловить где-то между десятью и сотней. Направление работы. Об этой ракете, которую мы уже приоткрыли, что называется вам. Все понимают, некоторые. Она несколько лет идет уже испытанием. Сложности. Больше организационные, как всегда. Сейчас у нас безобразие. Расцветает и просветает. Но она всегда готова к испытаниям. Очередно. То есть в районе литеры О мы давным-давно находимся. Собираемся перейти на О1. А что такое О1, вы знаете, это контракт на поставку. Вы не спрашивайте у меня, имеем ли мы это. Мы будем обязаны иметь. И будем иметь авансы. Правильно, вы будете обязаны. Просто какой ценой вы это сделаете. И на выставках то, что спрашивают. Я понял, о чем вы говорите. У нас спрашивают не так. В каком году на какой корпус корабля вы готовы поставить. Только это и обсуждается. Только это обсуждается. Мы отвечаем. Назовите вы, мы вам ответим. Мы так же, как я сейчас вам рассказывал. Мы не собираемся никого искать. Нас найдут. Это мы довольно хорошо. Вот я скажу. Наглость может быть сияет в моих глазах. Нет. Это уверенность в том, что мы делаем правильное дело. И правильное дело получится. Я прямо даже скажу. Опять вспоминаю и Циолковского, и всех остальных. Я думаю, что нас меньше дали. Нам позволяют работать и зарабатывать. Хорошо. И единственное, что... Ну, в России, говорят, войны не ожидается в ближайшее время. Но при этом летите как хотите. И я эту формуну знаю. Я уже много лет назад сделал пионерскую разработку экспортного варианта этой самой техники. Я был один из первых в нашей России. Она называлась «Кошмир». Если вы поднимете наши книги, это название того не нравится. Догадывается, куда она пошла? Спасибо. Вот, по-моему, я и на это попросил ответить. Давайте. Чем больше вопросов, тем мне интересно. А студенты ничего не хотят спросить? Смелее. У меня как раз про экспорт вопрос. Какой процент вашего производства идет на экспорт? 87. Сколько? 87. 90 процентов. Ну, я не люблю округлять. Я знаю эту цифру. Хорошо, что спросили. А какие страны вы экспортируете? 20. Вы что, заставите меня перечитать? Откройте сайт. Я же говорю, там полный список. Ну, уже видно из названия, что один из основных покупателей Индии. В карамельном варианте. Это как раз моя любовь. У них названия такие. Одно кошмирно, второе это штип. Догадываетесь, что мне пришлось назвать это оружием мира. Все спрашивают, почему оно тебе не такое страшное. Потому что он за мир будет. Меня поэтому отпустили. Сколько сейчас на ДНПП работают инженеров? Сколько рабочих? О-ля-ля. Фамилия Алиса, да? Вы читаете литературу международную по этому поводу? М дробь А. По сравнению с тем, как бы он присоединялся к власти уменьшилось или увеличилось и осталось так же, насколько сейчас увеличивается или уменьшается количество сотрудников? Вы знаете, видимо в историческом масштабе, я прямо скажу, я закрою глаза на документы, которые я видел, в историческом масштабе, может быть, когда была отечественная война и нужно было Ил-2 ремонтировать, которые привозили, побитые, то да, тут работало очень много. После этого первые потоки ракет, чувствуете, 25-е, 75-е, и даже куб, видимо, был взмет. Но в 91-м году мы с вами сами приголосовали. Не нужно нам советскую власть. Дайте нам чего? Слободы. Получили свободу? Гуляйте. Зарабатывать хотите? Поучитесь. Научитесь? Попробуйте. Все варианты ведь нам разрешают. Но гарантии вам никто не дарит. Ну я просто, сегодня же смотрел материалы американские, там ЭНО, и все. Я думаю, вы переведете лучше на мой язык. Там есть и средняя численность, и средняя стоимость. А вот в экспортные варианты техники вы намеренно снижаете качество по сравнению с поставкой в Россию? Вы думаете, мы совсем сумасшедшие? Мы намеренно повышаем. Повышаем. Конечно. Из последних сил, из последних денег. Но вы что, не догадывались, что международный контракт с скандалом Брюсселя? Вы что, говорите? Здесь вкладываются пасть... Ну, вы не помните Ладу? Ну, кто? Кого? Ладу. Чем она отличалась от Жигулей? Нет, нет. Она покрашена была красивее. Ага. И иногда моторы ставили немецкие. То есть, если мы будем воевать со стороной, получившей ваше оружие, то нам придется преодолевать. Так, хорошо поговорили. Так, предлагаю посмеяться вместе. Дело в том, что наше ударное оружие все время проверяется на нас. И мы прекрасно знаем, где какие слабости. Мы друг другу помогаем. Найдя у них слабости, мы им показываем. Они усиливаются. И так далее. Это ступеньки непрерывные. Вот этот зигзаг удачи никогда не будет оканчиваться. К счастью, у нас не только зенитное оружие. У нас прекрасное ударное оружие. И мы друг с другом не конкурируем. Во время боя, когда идет их цель под названием «мишень», а мы стреляем, они смотрят на остальшими глазами, я говорю, все, нас обьем. Вот и все. Игра есть игра. Но это как на бирже. Люди там грабят друг друга, кто-то застреливается. И все считают, что биржа – это зона радости. Кто давно там въем? Понятно. И еще маленький исторический магнион. Вот, когда сбивали паурусов, но говорили, что одна из ракет сбила нахуй переговорщика. Это правда или нет? Правда, что говорят? Глубже я не могу понять. Просто. Понятно. Так. Еще вопросы есть? Вот у меня вопрос, как у студентов. Мне бы было очень интересно поработать, может быть, перенять опыт, скажем, в таком предприятии. У вас есть какие-нибудь открытые малые вакансии? Ну, вакансии по найму даже я, который этим не занимается. Я полагаю, что их, наверное, нет. Но в таких случаях не надо проверять наличие вакансии. Надо давать предложение. Может, она и появится. В общем, остаемся после семи лет. А вы, что-то, и, что-то остались. Так. Например, может, если это реферат на эту тему, получить зачет и... У меня про того же самого Пауэрс вопрос. Зачем он летал на нашей стране из Турции в Норвегию? Что ему нужно было? У него был набит весь самолет У-2 радио с приемниками, с записью и фотокамерами. Они снимали расположение наших ударных бюджетических ракет. И они примерно по карте уже знают. Они шли ведь не напрямую. Они из Турции добрались до Свердловска, а из Свердловска в Норвегию. Они шли по карте. Наугад. Но они должны были уточнить. Потому что это не просто был полет. Он же был не первый. Но, к счастью, наверное, почти последний. Так вот, они должны были точно знать. Потому что тогда наземное расположение баллистических межкондинентальных ракет тогда еще было единственным вариантом. Это сейчас подвижных больше, чем неподвижных. Они вот на поездах ходят, на машинах мотаются, в лесу прячутся. Все есть. То есть сейчас создано поле вариантов. Уже приемник бесполезный, пусть летает. Но тогда это было страшно. Потому что наше наземное и подземное расположение, баллистические ракеты, было для нас опасным. Его нельзя было показать. Это было не только стыдно, но и смертельно опасно. Вы сказали о подвижных. Вы ликвидировали. Речь идет не о подвижности установок, а о дальности действия. Только дальности действия. Ну, кстати, вы говорили, я думаю, вы слышали, совсем недавно, когда Польша вдруг не с того и сего выпрыгнула. Ей же было предложено увидеть на территории Калининградской области и наши ракеты топали. Я думаю, вы читаете, слышите. Все было. То есть им было предложено, если только выстрелят оттуда, а эти выстрелят отсюда, то, извините, за несколько секунд размажут. Но я не буду говорить всю Польшу. Размажут то место, потому что она все-таки точечная. Это оружие высокоточное. От нее ничего не останется. От этих. Там 10 штук собирались поставить. Одно не останется. Давайте смиреем. Если даже... Вы говорили, что существует фильм про то, как Пауэрс из Невари. Можете сказать, как он называется? Нет. Это фильм совсем не про него. Он называется «Мертвый сезон». Там только в конце появляется Пауэрс, которого привозят на автомашине на тот мостик знаменитый. Как выяснилось, по-настоящему был другой мостик. Художественный фильм. Художественный фильм, где главный герой – Абель. И называется она «Мертвый сезон». И там немножко совсем о другом даже. Там химическое оружие расшифровывается. Ну и так далее. Но структура, морально-политически-этическая, все та же самая, очень полезная. Фильм, между прочим, когда мы его увидели, нас просто ошеломил. Теперь я его смотрю по привычке. Но это достаточно где-то спросить, в лайке будет. Ну, здесь есть локальная сеть. Конечно, узнать не нужно. «Мертвый сезон». Вопросы есть или мы на этом останавливаемся? Забудьте про реферат напомнить. Значит, если есть желающие, то можно написать реферат по этой теме. Больше двух фраз уже будет просматриваться. Для зачета. Ну, если вопросы кончились, давайте еще раз поблагодарим наших сегодняшних гостей. Вам спасибо большое. Спасибо. Спасибо.